Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях главный врач районной больницы номер 2 Ашот Арташосович Геверкян. Совсем недавно, именно 16 октября, ему была вручена правительственная награда «Отличник здравоохранения Российской Федерации. Ашот Арташосович, поздравляем вас с заслуженной наградой. Поздравляем от лица и телеканала Одинцова, от лица всех жителей городского округа. Конечно же, это большая гордость и радость, что такой человек работает и трудится на благо нашего муниципалитета. Спасибо за поздравление. Спасибо. Сегодня, конечно, бы хотелось поговорить не только о этой награде, не только о вручении, о ваших дальнейших планах после, так скажем, вот этого точки определенной. С чего все началось? Почему вы выбрали профессию врача? Почему вы выбрали медицину? Ну, интересно то, что я в детстве, в юношестве, не мечтал стать врачом. Мечтал стать с кем угодно, но только не врачом. Я мечтал стать дипломатом, послом, разведчиком, космонавтом. Ну, про медицину получилось очень интересно. У меня мама была очень знаменитым педагогом, очень хорошим. И она так, не значая, не давля никаким образом на меня, подвел к тому, что я вдруг захотел стать врачом. Это был 9-10 класс, когда я уже определился и начал думать об этом, и с огромным, как говорится, желанием рвался туда. Путь был очень непростым в поступлении, учеба и так далее, и так далее. Дальнейшая работа. Ну, я всегда говорю, спустя много лет, если бы я начал заново свою жизнь сейчас, если бы я был в 9-10 классе, закончил бы школу, получав аттестат, я бы пошел учиться, именно поступать в медицинский институт. Вы бы ничего не изменили. По части профессии ничего бы не изменило. Выбора профессии. Ну, по части жизни нельзя так говорить. Я очень критично смотрю на свою жизнь. И, естественно, с возрастом уже мудрее становлюсь и опытным, что-то чего-то не так сделал. Хотя, кто знает, если повторить 20-25 лет, никто еще не может сказать, чтобы не так сделать. Это сейчас мы говорим. Но по части профессии я бы ничего не изменил. Сколько лет Вы отдали этой профессии, этому делу? И продолжаете работать в здравоохранении? Очень, как бы, не знаю, как будет звучать, 40 лет. Я как закончил медицинский институт. Всю жизнь. Ну, по сути, основная часть жизни в здравоохранении, в медицине. Всю свою сознательную жизнь и отдал моей профессии. 40 лет я работаю врачом в разных хипостасиях. Из них 20 лет я работал всесоюзным. Во время Советского Союза всесоюзный онкологический научный центр имени Блохина Николая Николаевича. Вот я 20 лет работал там. Начал с младшего научного сотрудника до заведующим отделением, заместителем директора. Защитил там кандидатскую и докторскую диссертацию. 20 лет жизни именно связано с онкологическим центром. Не до сих. Наверняка были учителя, наверняка были наставники, которые в том числе были для вас примером. И, наверное, позволяли и идти вперед, да, и мотивировали на успехи. Потому что молодой человек, который приехал из Еревана в Москву, в столицу, и продолжит заниматься наукой. Это все-таки нужно так замотивировать и показать конечную цель. То есть, прям вот заразить в хорошем смысле слова. Я хочу сказать, что насчет учителей мне всю жизнь повезло. У меня всегда и в школе были хорошие учителя, и в институте. Благодаря им я получал знания. Но я хотел бы сейчас отметить одного из всех учителей, самого главного. Это великий доктор, великий академик Николай Николаевич Трапезников, онколог. Основоположник советской школы костной онкологии. Его знали во всем мире. Вот встреча с этим человеком судьбоносно решила мою, как говорится, жизнь. Я стал онкологом. И 20 лет работав у него бок о боком, учился, учился, учился. До сих пор еще я очень часто вспоминаю, и очень часто поступает так, как бы поступил бы он. Я всегда думаю, как бы поступил он в этой ситуации. То есть, наверное, он даже больше для вас, чем учитель, да? Наверное, вот как член семьи. Ну, да, да. Член семьи, как бы сказать, все равно он учитель. Можно сказать, слушай, как второй отец, да, без сомнения. Это в науке, как второй отец, и в специальности. Вот. Он многое означает в моей жизни. Я очень люблю, уважаю, любил, уважал семью Трапезниковых. Вхож был в эту семью. И еще раз отмечу, что он мне учил и не только здравоохранение, и не только медицину. И по жизни тоже был по жизни учитель. В разных ситуациях жизненных. Ну, я знаю, что вы даже сына назвали его именем. Да, мой второй сын носит имя Николай, в честь моего учителя. И он с детства знал, когда его спрашивали, как тебя зовут. Когда он совсем маленький был, говорит, мне зовут Николай. И продолжал, как учителя моего папы. Вот так вот. Он сразу, не дожидаясь, почему Николай или там что-то, чего-то, он сразу сам говорил. Да, и, в общем, кстати, он сейчас на пятом курсе мединститута, Первомосковский медицинский институт. А может быть, это тоже было вот судьбоносным? Вы, получается, называете сына именем своего учителя, и потом, спустя годы, он выбирает профессию врача. Ведь ваш старший сын пошел совершенно по другому пути. Он не стал врачом. Да, дело в том, что я в отношении детей всегда был демократичным, особенно в выборе специальности. Поэтому, когда сын выбрал специалист, юрист, он сказал, пап, можно ли я не стану врачом? Я сказал, конечно, если ты не хочешь, ты не желаешь, значит так. И поэтому со старшим сыном так. А старым сыном, честно говоря, я буду честен, и сказал, я был против, чтобы он стал врачом. И скажу, почему. Проходя весь этот путь, ну, родители всегда так жалеют своих детей. Я уже осознаю, насколько сложно и насколько трудно, как говорится, быть врачом, работать врачом. Это и физически, и морально, и по всем показам очень трудно. И поэтому жалею своего сына, он говорил, не надо становиться, это очень сложно, это очень трудно. Надо учиться всю жизнь. Но тем не менее… Но он не послушал. Нет, он не послушался. А какой его был аргумент, вот самый главный? Вот что он вам говорил вот в тот момент, когда вы его так рьяно отговаривали от этого пути? Вы знаете, опять-таки, может быть, это случай. Может быть, он в детстве говорил, что он знал, кто мой учитель. Они были знакомы, они общались еще в маленьком возрасте моего сына, да. Это тоже могло быть. И второе, все-таки, я думаю, подозреваю, что мой образ, как говорится, в жизни, ему мотивировал. И просто он говорит, нет, я хочу стать врачом. Я хочу стать врачом. Вот. Ну, после нескольких лет убеждения, я, как говорится, не достиг успехов, поэтому тоже благословен. И он пошел в институт выбрать. Кстати, тоже очень интересно. Но вы вот, глядя на него, видите, из него получится хороший врач? Ну, как вы считаете? Ну, даже несмотря на то, что это ваш сын, но вот если вот именно с профессиональной точки зрения. Он педантичный, он хорошо учится, он внимательный, он четкий. Скажу так, все качества стать хорошим врачом у него есть, генетически, скажем так. Но я всегда ему говорю, этого мало. Надо учиться, надо учиться, много учиться и всегда учиться. Пока он учится, пока он делает то, что ему надо, пока он идет неплохо, хорошо. Кстати, он сейчас уже стал подрабатывать. Когда он сказал, я хочу подрабатывать, я ему сказал, ну, кем ты можешь подрабатывать? Я бы и посоветовал, чтобы начать работать с санитаром. Он работает с санитаром. Сначала он работал в оперблоке с санитаром. Не понимал, что он должен делать, но после, через два месяца, три месяца, я работаю, я спрашиваю, как дела? Нормально. Он уже знает, как обеспечить стерильность операционного блока, как помыть инструменты, как подавать инструменты. И самое главное, он уже, не став еще врачом, он уже знает почти все инструменты. Хирургический комплекс. Станет хирургом, но уже хорошо. Не станет, все равно врачу всегда нужен будет. А теперь он, через три месяца, перевелся в приемное отделение. И тогда тоже он сказал, а что в приемном отделении легко? Ну, после первого дежурства, суточного дежурства, когда он пришел домой, я спросил, как дела? Ну, говорит, все нормально, все хорошо, мы все ночные спали, принимали больных. И самое главное, что он понял, что в приемном отделении он принимает разных больных, разных специальностей нужно. Здесь надо действительно нога. Таким быть универсалом. Да, универсалом. И вот тоже ему стало интересно. Я думаю, что это правильный путь. Пусть он начинает с самого низа. И тогда, когда он станет врачом, уже дипломирован, он более лучше поймет того же санитара, медсестру, их работу. И это ему всегда поможет в профессии, в работе врача. Вы сказали, что 20 лет вы однали онкологии, а вторая половина? Вторая половина тоже очень интересная. Я около семи лет работал в счетной палате Российской Федерации. И именно курировал здравоохранение российское. Потом, это 20 лет только в онкологическом центре я не уведу. Потом я опять вернулся в здравоохранение. Был директор министерства красоты на Арбате. Занимался эстетической, скажем так. Это мне было всегда интересно, потому что на заре своего ординатуры тоже занимался пластическими операциями онкологических больных. Я потом вернулся. В настоящее время, я давно живу в Московской области. И решил, что пора уже дать долг Московскому области тоже. И уже в последнее время я работаю в Московской области, в частности, в Одинцовском районе. А вторая больница. Вот все-таки за такой путь развития сейчас онкологии и заболеваний, точнее, ну, скорее всего, не заболеваний стало больше, а просто выявляемость. Качество выявляемости повысилось, да, и, соответственно, случаев больше. Все-таки, на ваш взгляд, медицина, ну, сделала какой-то шаг вперед вот именно в лечении, в диагностике, в эффективности этих заболеваний. Я считаю, что не только шаг, большой шаг. Большой шаг. Я сравниваю 80-е годы онкологии. Сейчас это очень большая разница именно вот в отношении прогресса в этом поприще. Вы знаете, что больных, может быть, чуть-чуть стало больше, но вы правильно отметили, что, скорее всего, выявляемость очень больше стала, это раз, и открытость. Раньше пациенты, у которых были онкологические заболевания, молчали, никому не говорили. Близких родных рядом сидели, рядом работали, лежали, но никто не знал. И, к сожалению, узнавали только тогда, когда трагический конец наступал, и поэтому такое отношение были в населении вот к онкологическим заболеваниям. Они узнавали только о смертельных случаях, о тех случаях, когда больные вылечивались, никто не знал, закрыто в этом теме. Но сейчас, естественно, сейчас как бы никто не боится, никто не стесняется говорить о своей болезни, потому что, еще раз повторяю, потому что у большинства есть шанс выживать и выйти из этой ситуации. Кстати, самое главное здесь, не онкологический принцип, а принцип именно первичного звена, профилактические осмотры. Потому что, если все онкологические заболевания первой и второй стадии, 95-98% излечиваются. А вот третья-четвертая стадия уже наоборот. А временной фактор между первой и второй стадией и третьей-четвертой – это от полгода до года. Приблизительно. Каждое заболевание по-разному. Поэтому, если ежегодные профилактические осмотры, диспансеризация правильно проведут, и выявляемость онкологических заболеваний при первых стадиях – это уже шанс на спасение. Почти ближе к 100%. Вот поэтому сейчас большое внимание к онкологическим заболеваниям. В частности, вы знаете, что президент Российской Федерации тоже отметил. 20-й год будет годом онкологии в Российской Федерации. Много чего. Большие вложения будут сделаны в онкологии. В частности, я думаю, что и в Одинцовском округе, городском округе тоже самое. Но об этом говорят уже давно. И, конечно же, есть потребность в том, чтобы онкологический центр. Тем более, здесь действительно трудится на нашей территории большое количество специалистов этой области. И действительно блестящих врачей. Да, я думаю, что в настоящее время в отношении кадровой политики есть вопросы. Но, тем не менее, это не проблема. Это решаемая проблема. Потому что есть действительные кадры, которые могут работать в Одинцовском городском округе. И могут поднимать и организовать онкологическую службу. И я думаю, что с 2020 года это будет очень активно. Потому что идет уже не секрет, что сливание всех больниц в одно юрлицо. Считаю, что это тоже достаточно трудно, но прогрессивно. Потому что должно быть одно единое здравоохранение в округе. И в связи с этим объединением будет выделено отдельное внимание онкологическим конкурентам, онкологическому отделению. Так что в ближайшее время после слияния все эти вопросы будут решаться. То есть все-таки объединение даст свой положительный эффект, но вот именно в плане, наверное, развития и открытия, развертывания дополнительных отделений, тех, которых нуждаются действительно жители округа. Да, безусловно, да, даст свой эффект. И еще раз повторяю, это очень непросто, это очень трудно, потому что, как мы знаем, любые изменения приводят массы вопросов, возникают массы вопросов, которые надо действительно принимать решение и решать. Но тем не менее… Ну и территория большая, территория непростая, и протяженность, ну, существенная. И, конечно, это тоже играет свою роль. Безусловно, больницы привыкли к своему, так скажем, кусту, да, к своему округу, внутри его округа. И, конечно, вот это слияние с одной стороны плюс, да, с другой стороны и население встревожено, и врачи тоже встревожены. А как будет, а что, а получится. То есть какой мы положительный эффект в результате все увидим. Ну, я вот… Ну, всегда новое что-то, оно всегда пугает, да, настораживает. Ну, поэтому надо очень внимательно относиться к каждому человеку, к каждой проблеме, очень внимательно относиться. И по мере преступления всех проблем очень быстро решать, не оставлять эти проблемы на авось и так далее, и так далее, или на саморешение. Тогда и население поймет, и население поймет, что это все делается ради них и для них. До сих пор, скажем так, как бы серьезные онкологические заболевания, все наши жители лечились или в Мониках, или в разных регионах, скажем так, Московской Москвы. А это тоже очень неудобно. И ездить, условно, на лучевой терапии или на химиотерапии каждый день или там. Поэтому это очень-очень непросто. Онкологические заболевания отличаются тем, что они начинают, когда начинают лечение, это лечение длится от полгода до года. Это полное лечение. И полгода, год пациенты все ездят в Москву или в Монике, 2-3 часа дороги. Поэтому мы об этом говорим. А сейчас, если мы говорим в Одинцовском округе, да, это же доступность получаса. Пусть будет максимум час. Ну, да, вот там транспортный и так далее, и так далее. Но не больше часа, я так понимаю, с какого конца округа не приезжали. Поэтому я думаю, что это не основная проблема. Основная проблема, чтобы предоставить качественную медицинскую помощь. Вот если будет качественная медицинская помощь, дорога для пациентов не основная проблема. Ашот Арташосович, давайте вернемся к Вашей награде. И все-таки, что чувствовали вот в тот момент, когда Вам вручали ее? Что было в голове? Кого вспомнили первым? Учителя, маму? Маму, естественно, и учителя тоже сразу же. Одновременно могу сказать. Почему? Потому что я вспомнил, как бы было счастье, у меня мама узнала об этом награде. И также я сразу подумал, как бы был горд, мой учитель тоже, узнав государственные награды меня. То есть, каждый из них вложил в Вас очень много? Да, без сомнений. Без сомнений. В профессиональном отношении, естественно, не могу преувеличить ценность моего учителя. А по жизни, естественно, первичном воспитании, так сказать, это, конечно, заслуга моих родителей, отца и маме. Отец у меня участник войны был. Четыре года воевал, он два раза был раненым. После войны еще 11 лет еще служил в армии. Вот, военнослужащий был и всю жизнь посвятил государству, государству службы. А мама, я уже сказал, педагог, и воспитание, наше воспитание, все на плечах мамы было. Поэтому все, что, скажем так, реализовало своей жизнью, основой положила моя мама, без сомнений. И моим братьям, сестрам тоже самое, абсолютно. Вот, поэтому первым делом я вспомнил о них. Ашот Арташусович, мы еще раз Вас поздравляем с наградой. Спасибо за интересную беседу, за интервью. Будем следить. Да, я бы хотел еще по завершению сказать, безусловно, что эта награда, скажем так, больше обязывает меня также продолжать работать. Но, естественно, я хочу сказать, эта награда не только принадлежит мне, а принадлежит большому коллективу. В Одинцовской районной больнице номер 2, Петхушиковской, так надо. Без сомнений, оценен труд большого коллектива. Врачей, медсестер, тех же самых санитарок. Без сомнений, здесь слова благодарности, я хочу сказать, Министерство здравоохранения Московской области, что представили они. А также администрация Одинцовского городского округа, потому что мы всегда чувствовали поддержку, понимание, помощь администрации Одинцовского городского округа. Не буду скрывать и помощь главы Андрея Робертовича Иванова, всего депутатского корпуса, без сомнений. Постоянной заботы о наших сотрудниках, особенно в социальном сфере помощи. Поэтому спасибо всем. Будем продолжать работать дальше. Спасибо вам. Мы еще раз поздравляем с вручением правительственной награды. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.